Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Все 30 лет независимости Украины рядом с ее границей существовала проблема, которую Киев старался не замечать, точнее делал вид, что не замечает. Хотя, если говорить откровенно, Киев сначала не мешал тому, чтобы эта проблема появилась, а потом приложил усилия для ее сохранения, эта проблема называется Приднестровье. Регион Молдовы, который был фактически оккупирован Россией, по итогам войны в 1992 году стал местом эффективной гибридной спецоперации РФ еще в те времена, когда такого термина не существовало. Москва добилась изменения своего статуса с агрессором и миротворца, и 30 лет использовала этот регион для поляризации общества Молдови, для ограничения транзитного потенциала Украины и т.д. Приднестровье стало контрабандной черной дырой без экономического будущего. Но, несмотря на это, сохранение Приднестровской проблемы много лет подряд было на руку властям и Молдовы, и Украины. Эта серая зона приносила представителям обоих государств финансовую выгоду, заставляя закрывать на нее глаза. К тому же люди свыклись с разделением страны, у Молдовы отсутствует требование общества решить Приднестровский конфликт. 24 февраля 2022 года все изменилось. В Украине наконец-то поняли, что дальнейшее существование Приднестровья в нынешнем статусе – это угроза национальной безопасности, но как ее решать? И вот тут даже от представителей власти порой звучат предложения, способные лишь навредить. Самая распространенная проблема в восприятии украинцами Приднестровского конфликта связана с тем, что мы базируемся на украинском опыте, подсознательно сравнивая ее с Донбассом и Крымом, а они во многом радикально отличаются, пишет редактор Европравды Сергей Сидоренко. Военный вариант практически исключен, но потребность решить Приднестровскую проблему от этого не уменьшается, следует подчеркнуть, что в этом нуждается Украина. Наше государство чувствует, что Приднестровье – это угроза нашей национальной безопасности, и речь идет далеко не только о военной угрозе. Само существование Приднестровья ограничивает логистические возможности Украины. Через эту территорию, протянувшуюся более чем на 200 км с севера на юг, проходят железнодорожные и трубопроводные пути, а также несколько важных автодорог, которые невозможно свободно использовать. А в среднестатистической перспективе существование Приднестровья ограничивают европейское будущее Украины, равно как и Молдовы. Даже при положительном развитии политически сложно представить решение о полноправном членстве двух наших государств ЕС в ситуации, когда между ними будет оставаться серая зона с российской оккупационной армией и администрацией. В Киеве это понимают, и именно поэтому в последнее время от разных политических сил звучат идеи и мысли о том, что нам делать с этим квази-государственным образованием, то есть для Украины потребность решить эту проблему, очевидно. А что же думают в Молдове? Парадокс, но Кишинев гораздо меньше заинтересован в решении Приднестровской проблемы. В разговорах с обычными молдаванами, особенно с молодыми, все чаще можно услышать фразу наподобие «да пусть уже отделяются». Надо подчеркнуть, это не означает возможность распада Молдовы, такое развитие недопустимо для большинства граждан и неосуществимо на практике, за него никогда не проголосует парламент, поэтому этот вариант не стоит даже анализировать. Молдова целостна в границах признанных ООН, так же, как и Украина является целостной с Крымом и Донбассом. Эта проблема не может стать поводом для того, чтобы и дальше закрывать Приднестровья. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!